Новости информбюро готовятся к эфиру. Через пять минут мы расскажем о событиях этого дня. Прямо сейчас вы узнаете много полезного в проекте Нургали Карабаева «Пенсия Кейзет». Что происходит с пенсионными взносами после того, как они попадают на индивидуальный пенсионный счет? Этот вопрос, наверное, задает себе каждый казахстанец или, по крайней мере, большинство тех, кто делает ежемесячные отчисления, участвует в пенсионной системе. Сейчас сумма накоплений граждан превышает 10 триллионов тенге. Сложно представить, как управляется эта огромная денежная масса. Сегодня вы узнаете об этом из нашей программы. Деньги на счетах не лежат мертвым грузом. Каждый день они работают. Если посмотреть на структуру активов ЕНП, то львиная доля, более 40%, то есть более 4 триллионов тенге, вложены в государственные ценные бумаги. Это самый надежный вариант инвестирования. Далее по востребованности государственные ценные бумаги иностранных государств. Порядка 15% или 1,5 триллиона тенге. Замыкает тройку квази-государственные организации Казахстана, то есть компании с участием правительства. Это больше 13% средств. Для большинства вкладчиков эти цифры ни о чем не говорят. Но пока можно сказать однозначно. Большая часть портфеля инвестируется в казахстанскую экономику, обеспечивая доход вкладчикам и потенциал развития отечественного производства. Подробные ответы на вопросы, как работают отложенные на старость деньги, куда их инвестируют, есть ли гарантия сохранности накопленных средств, мы узнаем у специалистов ЕНП. Добрый вечер. Начнем с того, что в фонде накопилась большая сумма, больше 10 триллионов тенге. Тогда как они работают сегодня? Конечно, деньги на счетах вкладчика просто так не лежат. Они инвестируются в различные финансовые инструменты с целью получения дохода. В соответствии со статьей 35 Закона Республики Казахстан о пенсионном обеспечении, инвестиционное управление пенсионными активными осуществляет Национальный банк Республики Казахстан. Как принимаются решения по инвестированию в активы фонда? Это же не спонтанно происходит? Наверное, сначала идет анализ, рискоценка бумаг, облигаций, куда собираются вложить средства? Предложение по повышению эффективности управления направлением инвестирования, а также по перечню инструментов, разрешенных к инвестированию пенсионных активов, выдвигает Совет по управлению Национальным фондом. Консультационно-совещательным органом Национального банка является Совет по управлению пенсионными активами. Перечень инструментов, разрешенных к инвестированию пенсионных активов, утверждается постановлением правительства Республики Казахстан. Если посмотреть структуру активов ЕНПФ, то большая часть вложений приходится на государственные цены бумаги Казахстана и иностранных государств. Почему основной акцент сделан именно в этом направлении? Инвестирование пенсионных активов осуществляется исключительно в интересах вкладчиков, с соблюдением принципа возвратности и доходности с учетом долгосрочности накоплений. К выбору финансовых инструментов выдвигаются очень жесткие требования по надежности, кредитному рейтингу и доходности. На сегодня порядка 70% портфеля пенсионных активов инвестированы в инструменты с рейтингом от AAA до AAA-. Также портфель диверсифицирован по валютам. Более трети инструментов номинируем в иностранной валюте. Таким образом, структура портфеля пенсионных активов достаточно сбалансирована по соотношению риска и доходности. Как это сказывается на динамике роста инвездохода и каким образом она распределяется между вкладчиками? Инвестиционный доход начисляется ежедневно в конце каждого финансового дня. Даже если человек уже получает выплаты, на его накопление продолжает начисляться инвестиционный доход. Его размер зависит от размера накоплений, стажа участия в системе, а также от доходности по инструментам, получаемых в результате инвестирования пенсионных активов. Другими словами, чем больше денег у вас на счету, тем больше и доходность. В результате инвестиционной деятельности за период с 1999 по 2018 год накопленная доходность превысила накопленную инфляцию на 39,8% пункта. А доля полученного инвестиционного дохода по пенсионным накоплениям составила 31,3% по результатам 2018 года. Иными словами, треть всех пенсионных накоплений сформирована за счет полученного инвестиционного дохода. За 2018 год доходность по пенсионным активам составила 11,3%. Очень хороший показатель, если учитывать, что многие банки по депозитам предлагают только 9-10% годовых. Спасибо, что уделили время и ответили на вопросы, которые, мне кажется, волнуют многих казахстанцев. Умение не только сохранять, но и приумножать активы имеет большое значение. Так вот, за прошлый год инвестиционный доход ЕНПФ составил около 1 триллиона деньги, что очень впечатляет. При этом сохранность вкладов гарантирует государство. Если даже в какой-то период в результате изменения стоимости финансовых инструментов, в которые вложены пенсионные деньги, доходность понизится, то государство обеспечит ее не ниже уровня инфляции тем, кто получит право на выплаты. У меня на этом все. Вы смотрели программу «Пенсия КИЗ». До встречи.